Привет всем, с вами Доскос, это первый выпуск моего подкаста, аудиоподкаста под названием Доскаст. Я понимаю, что это звучит по-дебильному абсолютно, но что я еще мог придумать в полтретьего ночи со среды на четверг, уж извините меня. Что сподвигло меня на создание этого подкаста, только что я посмотрел презентацию по игре Far Cry 3 в режиме реального времени, то есть в режиме стрима она проходила от одного очень известного сайта, стримилась естественно на другом очень известном сайте, не буду говорить какие, потому что это не имеет значения, имеет значение то, что я увидел непосредственно, а не то, где я это увидел. Сразу хочу предупредить вас о том, что никаких текстов я как всегда не готовлю, если вы еще не поняли это за два года существования моего канала, поэтому от тем могу довольно сильно отходить, в зависимости от того, что будет в данный момент у меня в башке возникать в виде мыслей. Так вот, первым делом хочу сказать, что посмотрел я его недолго, где-то 40 минут, я не знаю сколько длилась вся эта презентация, скорее всего где-то от часа до полутора часов максимум. Стандартные временные рамки, которые обычно укладываются в сети стримы, формата презентации игр. Вот, то есть скорее всего большую часть я посмотрел и то, что мне увиделось не понравилось. Но об этом чуть попозже. Опять я дошел от темы. Первым делом хотел сказать, что в очень, в очень, очень страшно оголимом качестве эта презентация проводилась. Этот стрим был очень все пиксельное. Хрен, что увидишь, такое ощущение, как будто специально пытались скрыть какие-то детали графика, которые пользователи его увидели и пошли плевать или болевать в туалет. Тем не менее. Картунка, когда ее не крутили, была в принципе не пиксельной, так что можно было пару деталей разглядеть. Все, что мне нужно было, я увидел. И второе, что я хотел сказать. У этого стрима была вебка. Ну, это стандарт сейчас. Показывали, в общем-то, помещение, в котором сидят два представителя от этого сайта, на котором велась эта презентация, которая организовывала эту презентацию. И сидит разработчик, представитель этой игры. Не знаю, насколько он там разработчик, в какой должности он относится к этой игре, но тем не менее, разработчик есть разработчик. И раз он презентует игру, он не хер с горы, не какой-нибудь уборщик из этой компании, а непосредственно и, наверное, по большей части занимался разработкой, например, концепции или тому подобное. Так вот, кого я увидел на месте играющего, на месте этого человека от компании Ubisoft, который презентовал игру. Я увидел молодого лет 25 максимум блондинчика с проборчиком, аккуратно уложенными волосами, ну, чисто вот такое, знаете, ботан-ботаном. Без плеч практически, без мышц и без всего такого. С галстучком, какой-то дурацкой рубашечки, не доходящие рукавами до локтей. При этом галстук был очень широкий, в очках. Все это я к чему говорю. Если к вам подойдет человек вот такой вот внешности, я думаю, я вполне так описал нормально, да, худощавый палка. Если к вам на улице или где-нибудь еще, ну, вот вы инвестор, например, если к вам подойдет вот такой вот человек, который выглядит так, как я описал, таким вот голосом спросит, чувак, давай я сделаю тебе игру про крутых, таких вообще диких чуваков, которые носятся под джунглем, там, сбивая деревья, там, зарезав, 20 крокодилов прорываются сквозь стены вражеского огня и убивают всех с ножа, потом берут так из своей раны только что полученный штык-ножом, достают пулю, перебинтывают ее по-быстрому, а потом бегут опять, потом там все взрывается, в общем, все круто, давай я чувак тебе сделаю. Вы доверите вот такому вот пареньку, которого в школе по-любому каждый день в унитаз макали, потому что видно, что ботаник просто вот до невозможности, ну, вы знаете, как выглядят чмошники, да, вот такие вот забитые. Короче говоря, вот доверили ему разработку этой игры, вот этому вот ботанику, который собирается делать игру про крутых чуваков, которые там с мышцами в километр бегают по лесам и отстреливают всех, кого просто видят на своем пути. Лично я бы не доверил. Это я к тому, что опять-таки игра мне не понравилась, то, что я там увидел. Это, я думаю, ближе к сюжету относится. Да, конечно, вы видели на видеорекламных этих роликах, трейлерах, довольно крутых парней взять, хотя бы главного злодея, насколько я понимаю, главный злодей с ракетом. Да, он прикольно получился. Я не думаю, что этот парень имел отношение к разработке этого персонажа, его характера и тому подобного. Но, тем не менее, непосредственно к игре. Ну, это то, что относится к сюжету. Я не думаю, что там будет какая-то пипец какая вообще, срань господня, что вы там все офигеете от крутости, от брутальности, как это было, например, в Макси Пэйне. В Макси Пэйне знаете кто сценарист? Сценарист у Rockstar знаменит тем, который разрабатывал сценарий для Макса Пэйна, а никто не будет, я думаю, из взрослых людей, не зная, как насчет детей, которые, возможно, не понимают, что такое нуар, брутальность и тому подобное, и думают, это как-то по-своему формулируют эти термины в своей голове. Никто из взрослой аудитории, из взрослых слушателей, никто не будет спорить, что Макс Пэйн 3-й это образец брутальности, мужественности и нуара такого здорового. Я имею в виду как игра, а не просто как персонаж, да, как в целом игра. Вот, так сценарист, который писал сценарий для Макса Пэйна, и, соответственно, придумал всех этих персонажей, диалоги для них, поведение, в общем, да. Он знаменит тем, что он снимает какие-то дичайшие короткометражки с кучей мата, то есть диалоги там состоят из 90% мата, какой-то жирный бородатый чувак там какой-то просто. Вот такому бы я доверил бы, потому что видно, что этот чувак-дебошир, полный ублюдок в хорошем смысле и, в общем-то, сделает то, что, в общем-то, мне нужно, да, мне нужна брутальность, мне нужен хардкор, мне не нужны сопли, мне не нужен школьник в очках для того, чтобы он мне делал какую-то брутальность, какой-то брутальный сюжет с, опять-таки, кучей наездов, кучей каких-то непонятных мистических вещей, да. Ну, в общем, показывал все эти прикольные наркоманские ролики в Far Cry 3. Я бы скорее вот этому доверил перцу, а не чуваку с внешностью ботана. Ну, непосредственно к геймплею, насморк, блин, непосредственно к геймплею, что же я могу сказать о том, что я увидел за 40 минут? Все, что я могу сказать об этом, это слово «опять». Опять, черт его знает, с чего начать. У меня почему-то в голове застал дельтаплан, но абсолютно у меня ностальджия. Я думаю, что, опять-таки, никто не будет со мной спорить, что Far Cry 2 получился говном-говняном. Его круто презентовали, там на тот момент было куча технологических всяких вещей, как, например, распространяемый огонь, классная графика, ну, более-менее классная, конечно. На видосах она была лучше, нежели когда вышла в свет, она оказалась слишком серой какой-то, на мой взгляд. Но это выжженная Африка, выжженная трава, земля и деревья, выжженные вот этим вот палящим солнцем африканским. Что мне запомнилось из этого, вот, Far Cry 3 из видео, это дельтаплан, например. Потому что я узнал ту же анимацию, это корявое управление вот этого полета. Те же абсолютно нетронутые, по-моему, со второй части, никак не переделанные джипы. Опять открытый мир, в котором делать абсолютно нечего. Слава богу, теперь мы хоть зарабатываем доллары, а не алмазы в штуках. Вот. Опять этот открытый, неживой мир. Пластмассовые абсолютно деревья я не увидел, к сожалению, была ли там анимация растительности, но мне показалось, что не было. И при том освещение, ну, если вы помните, опять-таки, Far Cry 2, ну, там довольно тоже пластмассово все выглядело, да, вот это вот глянцевые все эти поверхности, включая там руки персонажей, листья, например, да. Ну, листьев Far Cry 2, по сути-то, не было. Здесь же это джунгли японские, какой-то японский остров, там, естественно, есть папоротники с огромными листьями, или взять хотя бы пальма. И вот они свет отражают, то есть много отражающих поверхностей, это все выглядит как пластмассово. Если там нет анимации листвы, а мне показалось, что нет, вы просто будете шагать по, реально, вот, пластмассовый солдатик в песочнице шагает по пластмассовому лесу. Вспомнил сразу же, Army Man, по-моему, назывался, играть там, где за игрушечных солдатиков надо было играть. Вот так же абсолютно все это выглядит. Я, конечно, некоторой степени утрирую, но, тем не менее, глаз режет, мне лично режет. Я много повидал игр, я, в принципе, скажем так, художественный склад характера имею, поэтому сразу могу отличить то, что похоже на реальность, а то, что не похоже на реальность. И одно дело, когда ты делаешь, пытаешься сделать красиво и не задумываешься о том, похоже ли это на реальность, там, где это не нужно, например. Другое дело, если ты выписываешь джунгли, если ты выписываешь джунгли, естественно, ты их будешь пытаться на реальность. Ну, я, например, говорю про Borderlands. Там рисованная графика, комиксная, да, там все красиво, тем не менее, они и так задумывались, чтобы она была комиксной, не нужна была реальность. Здесь же, понятное дело, что игра делается на вот такую реалистичную графику, если все это выглядит как пластмасса, как, например, в Obelivion тоже вот такое было огрехи. Только что вот, ну, в те годы, когда разрабатывался Obelivion, все эти рендеры супер, там, пупер, всякие шейдинги начали, начинали только появляться, разрабатываться, да, как-то. Естественно, тогда у всех подобных игр, там, ААА класса с классной графикой, были подобные огрехи, все было пластмассовым. Абсолютно каждая игра выглядела как пластмассовая, если делалась по последним словам технология. Вот, ну, в 2012 году, спустя 6 лет после выхода Obelivion, того же, где, опять-таки, монстры были там в свете факела, как пластмассовая, делать такую графику, непростительно это, во-первых, во-вторых, ни на йоту они, по-моему, не прибавили ничего. Движок абсолютно тот же, анимация та же, анимация со второго фокрая осталась та же. То есть, эти выпиливания пули из рук, из ног, да, конечно, добавили всякие, там, немножко еще действий, типа он себе кисть руки выправляет, например, да, ну, немножко это изменили, изменило, изменилось, вот, хоть что-то. Но, в целом, игра выглядит как аддон, аддон, самостоятельное дополнение, все на том же движке к факраю 2. Да, виды, конечно, классные, это уже не Африка, более гористая местность, но на одних видах не вытянешь. В 40 минут чувак брал какое-то дополнительное задание, опять-таки, помните, что в факрае 2 был открытый мир, там были расставлены домики, которые ты, ну, в принципе, превращал в свои базы впоследствии, где ты мог там ночевать. Здесь точно так же, здесь вся та же система, опять-таки, ты берешь с бумажки прилепленной к дому, которая, кстати, бумажка с активным заданием, она светится абсолютно тем же оттенком желто-коричневого, как светилась и в факрае 2. То есть, даже это они не заменили, они просто не, даже в фотошопе просто не передвинули ползунок, хотя, чтобы она хоть как-то по-другому, ну, хоть белым, это, мигало, что ли, ну, абсолютно тот же оттенок цвета, но я не знаю, если я ничего не путаю. И вот, он берет задание, он бродит по ночному лесу, по этому пластмассовому, в течение 10 минут, и в итоге приходит на какой-то кордон, состоящий из двух автомобилей, посреди пустого поля, справа гора, слева берег реки, там стоят 3 человека, и находится одна собака, их всех надо убить, и, в общем-то, получить 195 баксов. Все. Это весело сейчас. Ну, это же, это, опять-таки, тот же Факрай 2, опять-таки, там ездят группировки, у вас есть союзники, так же, как и в Факрай 2, есть противники, то есть, все те же патрули, на тех же джипах, которые остались сейчас в Факрай 2, ездят по карте, и если ты едешь от точки до точки, ты нарываешься на эти патрули, и завязывается никчемная перестрелка, которая вам ничего не дает, она только вас тормозит. Ну, это Факрай 2, если вы играли, вы понимаете прекрасно, о чем я говорю. Все, все, абсолютно все, абсолютно все. Абсолютно все. Вот просто слово абсолютно, возвестите его в абсолют, и получите значение того слова абсолютно, которое я имею в виду, абсолютно все, то же самое, ничего не меняли, ничего не прибавляли. Не знаю насчет сюжета, сюжет они не показывали, это дает мне еще один повод для опасений насчет того, что показывать было нечего. То бишь, дает повод опасаться по поводу того, что в сюжете ничего крутого нет. И все те крутые моменты, которые показывали нам в ролике, это все крутые моменты, которые вы встретите в компании. Ну, кроме там, может быть, развязки. Вот. Поэтому, если бы они начали показывать компанию, все бы сразу сказали, что все, в игре вообще просто, абсолютно ничего нет. Потому что, ну, как на презентации? На презентации, если бы я пошел презентовать свою игру, ну, надо же удивить толпу, надо удивить публику, надо показать самое крутое. Вы же не будете на Олимпийских игр по фигурному катанию вы спортсмен, которые готовили там четыре года свою программу. А потом, а, блин, ну, че, давайте я вам что-нибудь такое покажу. Ну, средненько, не напрягаться. Вот. А 8 им там понравится, 6 баллов мне поставят, да? Ну, так же не делается. Вы же ей, вы же выступаете со своим продуктом, который вы сделали, сами подготовили. Неважно, какого это плана продукт там, да? Это спортивная программа какая-нибудь, или игра, или фильм. Вы должны показать на этой презентации все самое крутое, после чего вас захотят купить эту игру. Вот, неужели самое крутое, что есть в этой игре, это беготня, 15-минутная, по пустому лесу, в котором там максимум козы водятся, или крокодилы там изредка. Изредка. Этот чувак 5 минут расправлялся с какими-то баранами посреди поля, просто. Он просто остановился и начал на презентации, которая должна заинтересовать потенциального покупателя, он 3 минуты резал баранов. Или расстреливал из ПК. Кстати, оружие там практически то же самое. Например, ПК, по-моему, вообще не преобразился, пулемет Калашникова. Драгунов там есть. Вот. Я думаю, абсолютно опять-таки тот же самый, без прибавления каких-либо пикселей. Ну, также из нового что? Из нового заметил модификацию оружия. То есть там всякие глушаки, трешаки и тому подобное. Блин, мне это Ксенус напомнило, я не знаю. Если вторая игра мне Ксенус под каким-то причинами не напоминала, то эти причины являлись тем, что действие проходило не в джунглях, а в Африке. Вот. И просто картинка была визуально разная, поэтому ассоциаций таких не было. Но здесь, здесь мне это напомнило Ксенус. Я любил Ксенус. Я любил там рассветы. Пожалуй, это единственное, что я любил. Но я был мал, поэтому я не анализировал, не разбирал игру по винтику, чтобы понять, качественно или некачественно. Сейчас я за этим как бы именно гоняю, чтобы убрать какую-то субъективность, убрать свое собственное мнение насчет этого. Ну, естественно, я говорю свое полное мнение, но потом я говорю, почему? Вот этот винтик хороший, вот этот вот плохой, вот этот вот хороший, вот этот вот плохой. Естественно, кто-то будет со мной не согласен. Тем не менее, раньше я просто любил игру, и раньше я просто любил просто играть, просто сидеть за компом, да? Я просто любил часами бродить, например, по этому ксеновскому лесу. Для меня это было красиво. Вот. Теперь уже в 2012 году такая оценка не покатит. красиво, и че? Скажу я, сам себе. В итоге вот эти вот наставленные домики посреди пустых лесов, эти дельтапланы опять огнемет с этим распространяющимся огнем, бог с ним, блин, это единственное, что мне нравилось в Far Cry 2, но на этом тоже не выйдешь далеко, не вытянешь игру. Все это, это, все это StarCraft, какой StarCraft 2, Far Cry 2. Полигонов, по-моему, тоже не привыкли. Скажу насчет графики еще немножко. Чувак играл, во-первых, на Xbox 360, я все понимаю. Приставки губят графически, графически практически все игры, которые сейчас выходят, вот, хай-эндовые, потому что даже в красивых довольно играх ты понимаешь, блин, могли бы еще лучше. Могли бы текстуры там в два раза большим разрешением запихнуть. Но долбаные приставки, а, ну все же размыто, ну в Far Cry 3 тоже вот размыто, чувствуется, не хватает. В принципе, достаточно, но, ну не то, что достаточно, да, подтянет, ну, ну блин, ну не хватает, не хватает вот это вот. Увеличили бы разрешение текстур хотя бы раз в два. Было, ну, немножко другое все-таки ощущение. И наравне с тем, что это все еще пластмассово выглядит, эта вся размытость. По крайней мере, ну, земля размытая, к камням всякие претензии есть. Ну, в общем-то, 50% текстур, наверное, нормально, да, остальная 50% текстур сэкономлено. Я не знаю, как это все будет на компе выглядеть. Потому что, опять-таки, роликам рекламным я доверять не привык уже. Я уже 20 раз видел, что ролик выходит, а потом выходит игра, и ты видишь совершенно не то, что ты собирался видеть, что ты видел в ролике. Ну, например, взять тот же Call of Duty Black Ops 2. Там нам показывают какой-то вообще охрененский уровень графики, чуть ли не батла третья. Ну, а на деле, как один стример сказал, блин, запустил Black Ops 2. Думаю, что-то не то, никак в ролике видел. Думаю, наверное, может быть, потому что у меня пиратка, там какая-нибудь система защиты, пришлось покупать лицу, а там все равно графа говно. Вот, до чего доходит у людей паранойя. Ну, в общем-то, по роликам опять-таки не разберешь, и непонятно, будут ли они изменять графику между компом и 360-ом сильно. Да, бывает, показывают там сравнение игр сразу на трех платформах, например, это Xbox 360, Playstech 3 и PC-шка, в три экранчика стоит этот сплитскрин, и там настолько это ну, мизерно. В сравнении ты, может быть, там отличишь какую-нибудь текстурку мха, торчащего из из-под камушка какого-нибудь. И все, остальное все так же расплывчато, размыто, все равно не тянет это все, это уже сколько этим приставкам лет? Тем не менее, на это жаловаться бессмысленно, да, если так, то так. Если не так, то разработчикам придется допиливать вообще просто все текстуры отдельно для компа, это совсем финансово не выгодно, либо выпускать только на комп эксклюзивно. Но тем не менее, некоторые умудряются пересдавать игры высшие сначала на приставках, потом на комп. Сначала они на приставках были эксклюзивными, например, а потом на комп вышли. Или не ограничиваются, как, например, Max Payne 3. Я думаю, как это? Думаю, что на приставках она выглядела похуже все-таки Max Payne 3, потому что в Max Payne 3 Rockstar запихнули ультра высокоразрешенные текстуры. Взять хотя бы его рубашку гавайскую. Там сразу было видно, что почем. Они смогли себе это позволить. Мега-компания Ubisoft гигантских размеров себе это позволить не можешь, потому что они работают ради денег. Не знаю, что там насчет Watch Dogs и Assassin's Creed 3 я еще не смотрел, но Far Cry 3 я как-то уже немножко похоронил для себя, увидев, что она представляет из себя. Насчет открытого скучного мира не вытянешь. Если вам нравится играть, точнее бродить по лесу по пустому в течение 15-20 минут скачайте давнишнюю игрушку называется по-моему The Hunter от компании Avalanche, которая выпустила Just Cause 2 и первый тоже. Там просто потрясающий потрясающий по красоте лес. Ну в общем-то доработанный лес, который был в Just Cause ну не тот, который был там естественно лиственный и более-менее такой средних широт. Вот, но вы сами понимаете, что студия Avalanche может сделать красивый именно про Just Cause 2 я думал, когда смотрел презентацию Far Cry 3 думаю, ну блин, ну какого черта, ну куда они полезли? Они полезли опять-таки соревноваться с Just Cause 2 я понимаю, что этой игре сто лет и я понимаю, что в нее все уже наигрались, но я думаю, что спустя полчаса игры в Far Cry 3 вам захочется запустить Just Cause 2 посмотреть на то, как красив и огромен был мир в игре от студии Avalanche, на то, как можно было, какими способами преодолевать все эти огромные расстояния, размещенные в разных климатических зонах от пустынь до снежных гор, на то, как было можно любоваться с вершины самой высокой горячей, которая там есть, на огромный город внизу, который начинает загораться огнями на фоне заката. в общем, хренус 2, они ничего не сделали для того, чтобы сделать хороший шутер или хорошую игру, которой можно просто полюбоваться, когда в нее надоедает играть. Это ни с какими просто, ни с Fakrime 1, ни с Crysis, ни с Just Coast не идет, ни в какой вот проекции. ни в проекции игры об открытом мире, ни о хорошем шутере речи не идет. Это все тот же Fakrime 2, который все посмотрели 15 минут, сказали, фууу, а что так слабо-то? И выкинули просто. Слава богу, что хотя бы сейчас она не будет тормозить на большинстве компов, как вышедшая в свое время Fakrime 2, потому что она на тот момент считалась хайендовской, самой-самой навороченной. Сейчас такого уже не будет, ничего там не наворотили. Конечно, добавили всяких шейдеров, DirectX 11 и тому подобное, но по-моему Fakrime 2 тоже был DirectX 11, тем не менее. Ну, как я уже говорил в обзоре на Carrier Command, все эти спецэффекты новомодные, типа освещения или там прозрачности воды, они включаются одной кнопкой. Так что грустно это. грустно. Не знаю, можете поискать презентацию, если вы мне не верите, но те, кто еще не купил игру и надеялись увидеть не Fakrime 2, а я никак не рассчитывал увидеть Fakrime 2. Вот те ролики, которые я видел, которые были там 7-минутные, геймплейные, ничего о Fakrime 2 не говорило. поэтому я такой вау-вау, я жду, я жду, все круто-круто-круто, экшен-экшен-экшен, наконец-таки там сделали нормальный шутер, да, экшен, вот, они эту беготню по пустым локациям непонятно зачем, зарабатывают деньги, чтобы тратить на стволы. Вот. И только в презентацию я увидел, что а тю-тю. Вот, так что люди, которые еще не потратили свои деньги на приобретение предзаказа игры, и те, которые надеются увидеть не Fakrime 2, лучше подождите, лучше подождите, посмотрите, когда она выйдет, посмотрите непосредственно геймплей на ролике, всякие, летсплеи, я тоже, наверное, сниму по ней летсплей, еще и обходить стороной-то в таком случае. Вот, и только потом уже вот, подумайте, надо оно вам или нет. Это мое предостережение, вывод делайте сами, но лучше подождите, реально, лучше подождите пару-тройку деньков после релиза, сэкономите деньги, может быть, мне потом спасибо еще скажете. Вот, или деньги эти пришлете мне, сэкономленные. Ва! Как-то так. В общем, наверное, все, что я хотел сказать, я сказал. Говорить больше ничего не буду. На этом первый выпуск Доскаста подкаста Доскаста подкаст Доскаст Ай, ладно. В общем, заканчивая на этом первый свой выпуск, в следующих частях я все так же буду говорить непосредственно об играх, я не буду, не собираюсь говорить о том, что у меня там в жизни или что у меня, как у меня там дела. Это непосредственно игровой аудиоподкаст, основанный на моих мыслях об увиденном. Скорее всего, я его буду пилить сразу же после того, как эти мысли возникают, потому что буквально 20 минут назад, разговаривал уже полчаса, 20 минут назад, ну полчаса назад я закончил смотреть эту презентацию и сразу же сгорячая все это решил записать. Вот. Поэтому, что, когда никакого расписания, естественно, сами понимаете, вот после таких слов я не могу сказать, что какой-нибудь там раз в неделю будет выходить. Сколько будет выходить, сколько будет выходить у меня в мозг из глаз мыслей, столько и будет подкастов, выпусков и тем, посвященных этому, но от темы увиденного я уходить не собираюсь, и о своей жизни там разговаривать не собираюсь, поэтому не предлагайте мне какие-то темы, отреченные от темы игровой, посвященные и моей личности, например. Вот. Не предлагайте мне отвечать на вопрос, например, когда выйдет следующий стрим, потому что я все равно не отвечу, мне оно не надо каждому отвечать, что и когда выйдет, тем более, я сам не знаю, люди этого до сих пор не понимают. Вот. Ну, может быть, какие-то темы действительно уникальные, интересные вы найдете. Вот. Если так, если уверены, что это действительно интересная тема, то сообщите мне в комментарии или в личку. Вот. Личку я читаю, комментарии тоже читаю все. Всегда. Вот. Ну, на этом теперь уже точно все, так что с вами был Доскос. Я надеюсь, вам это было полезно. Не то, что я надеюсь, что вам понравилось, скорее, вам не понравились мои слова, моя оценка в Far Cry 3 предварительная, а не преждевременная, предварительная. Вот. Но надеюсь, что вам это было полезно или будет полезно, если вы все-таки прибегнете к моему совету не покупать пока игру, а подождать ее релизы и посмотреть, что она из себя действительно представляет. Вот. И потом сказать мне спасибо вот так-так. Действительно, ты был прав. Или ты был неправ. Ну, вот. Все. Всем спасибо, что слушали. С вами был Доскос. Всем удачи и пока.